Национальный костюм и современность. Республиканский конкурс дал возможность собрать лучшие работы в отдельную выставку. Экспозиция разместилась в музее чувашской вышивки. А этот материал что в холл? В холл должен был быть, но сейчас уже конвай используют. Смотрите, это конва. Очень такая мелкая конва. Прямо конвежа удобно очень вышивать. Все ручная работа, эксклюзив и уникальность. Двух одинаковых не найти. Мастерицы карпели над каждым стежком изделия. Ковровость, вот эта вышивка, филигранная ковровость, которая отличается, наша чувашская вышивка, этим же и отличается от вышивок народа мира, тем, что она представляет знаки геометрического орнамента, руны, настоящие руны, знаки, меандры здесь вы видите тоже. Это вот характерная чисто чувашская классическая вышивка. Первое место в конкурсе отдали чувашскому халату. Его автор живет в Ядринском районе. Мужской шубр с классической вышивкой не оставил шанса другим претендентам в номинации «Современный национальный костюм». Свои работы прислали рукодельницы из девяти районов и трех городов Чувашии. Заявились и наши соседи из республики Мариэл. В номинациях принимали участие мастера, которые не профессионалы, то есть свободное от работы время. Это в далеких селениях, в деревнях нашей республики районов. Женщины, которые занимаются после работы вот этим изумительным видом искусства, как не только вышивка, здесь мы видим и национальный костюм. Чувашские, русские, татарские, марийские, мордовские. Одеяния пяти народов, что испокон веков жили на территории Чувашии. В национальные наряды одели и кукол, а некоторые искусницы даже вручную свояли и будущие модели. Здесь вот мы видим авторскую ручную работу, начиная с изделия и костюма, и головы. То есть здесь больше вклада было мастерицы. Национальная одежда – это своеобразная книга. Научившись ее читать, можно узнать о традициях, обычаях, истории народа. Рассмотреть поближе орнаменты и подержать в руках колоритных кукол в музее разрешают. Открыта выставка будет до конца января 2018 года.